Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Для детей-беженцев организовали экскурсию по исторической части города Видное. Для нас немножечко обогреть, показать, какой может быть мир без войны. В поселке совхоза имени Ленина провели день добрых дел. Было безумно приятно делать что-то хорошее, искреннее. Неравнодушные жители муниципалитета оказали помощь инвалиду. Спасибо вам огромное. Очень все душой болеем. Спасибо. Партия «Единая Россия» и администрация Ленинского городского округа организовали для детей из Донецкой и Луганской народных республик, сейчас проживающих в муниципалитете, экскурсию по исторической части города Видное. В путешествие с ними отправилась и наша съемочная группа. Знакомство с городом для 35 ребят, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, началось в историко-культурном центре. Здесь дети услышали историю создания Видного, а также посмотрели, как город выглядел более полувека назад. Вы сегодня все здесь для того, чтобы сейчас сесть в автобус. И все то, что вы видели, а вы видели далеко не все из истории города, обязательно во время экскурсии вы еще узнаете много интересных фактов. Но самое главное, что вы все это увидите. Своё знакомство с Видным ребята продолжили во время интересной автобусной экскурсии, которую провели сотрудники историко-культурного центра. Время шло, ситуация изменялась, поселок рос, и возникла необходимость вместо столовой сделать здесь кафе. Идея организовать такое маленькое путешествие принадлежит местному отделению партии «Единая Россия» и администрации округа. Мы сегодня для них решили показать основные учреждения, которые оказывают дополнительное образование. Это Дом культуры, это детская школа искусств. Это те учреждения, куда дети могут на следующий учебный год записаться и посещать наши кружки. Кроме того, хочется показать им архитектуру. Ребята увидели школьную, советскую и олимпийскую улицы, проспект Ленинского комсомола, дворец спорта «Видное». В детской школе искусств для дорогих гостей приготовили небольшую экскурсию и концерт. Перед ребятами выступили их же ровесники – юные пианисты, органисты и балалайчники. Для нас немножечко обогреть, показать, какой может быть мир без войны и как наши дети, каким счастьем они обладают, что учатся в нашей школе, занимаются творчеством и не думают ни о чем. Вот нам хотелось, чтобы они почувствовали здесь у нас, как дому. Затем ребята посетили Центральный парк культуры и отдыха города «Видное» и оттуда отправились на чаепитие во дворец культуры. Детям это важно, действительно, потому что они приехали в другой город, и они не знают даже магазинов банально, где находятся какие-либо магазины, поэтому мы постарались показать им все самое основное и дать им какую-то частичку своей любви, чтобы они понимали, что они не совсем в чужом месте приехали, а здесь люди тоже хорошие, ждут их и будут помогать. За чаем и угощениями ребята смогли поделиться друг с другом и с нашим телеканалом впечатлениями от поездки. Что заинтересовало вас? Что такое? Ну, история самого города, то есть, как ее начали строить, кто вообще запланировал строительство этого города и так далее. Очень интересно. Что понравилось больше? Что тебе интересно было узнать? В музыкальной школе побывать. Ребята договорились в скором времени заглянуть в Центральный парк снова, как только там заработают аттракционы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина провели День добрых дел. В нем приняли участие сопредседатели общественного движения за совхоз, за людей, за достойное будущее. Артем Грудинин и Мария Гаевская. К ним присоединились и представители совета поселка. Мало кто знает, но в мартовском календаре действительно существует День добрых дел. Но празднуется он в середине месяца. Тогда волонтеры опросили многодетные семьи. И семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и выяснили, чего им не хватает в хозяйстве. И сегодня все получили заветные подарки. Безумно приятно делать что-то хорошее, искреннее. И когда ты видишь глаза людей, которым ты заходишь и даришь ту вещь, о которой они могли мечтать, или просто хотели иметь ее в быту, знаете, вот эта легкая улыбка, смущение, это безумно приятно. Девушке, которая учится на повара, подарили миксер. Двум многодетным семьям ручной отпариватель и кухонную вытяжку. В реализации этой акции помогли представители бизнес-сообщества, в частности, главный акционер в ЗАО «Совхоз» имени Ленина. Спонсором является компания «Рота Агра», за что мы безумно благодарны в реализации таких добрых дел. Подобные акции проходят в поселке на постоянной основе. В сложную жизненную ситуацию попала семья и снова дрожжено. Пару лет назад с сыном Татьяны Бурдиловой произошел несчастный случай и молодого человека парализовало. Руку помощи протянули неравнодушные жители Ленинского городского округа. Силами местного территориального отдела депутатов и предпринимателей приобрели инвалидное кресло с электроприводом и специальный тренажер. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. Три года назад жизнь 36-летнего Евгения Бурдилова резко изменилась. Спускался по лестнице, оступился и ударился головой. Результат – черепно-мозговая травма. Попал в больницу, находился в коме. Врачи сделали молодому человеку трепанацию черепа. Дом вот парализовался всей правой стороны, потеря речи. Через два года только заговорил. Вот он уже будет три года скоро. Конечно, у нас еще очень-очень много проблем. Говорит он плохо. Ну, он ничего пока не делает сам. Кроме только держит под левой рукой ложку и кружок. Но одну проблему семьи Евгения решить все-таки удалось. Мама молодого человека попала на прием к представителю уполномоченного по правам человека Московской области и попросила помощи в приобретении дорогостоящей коляски с электроприводом. Для решения данной ситуации я обратился к председателю торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Владислава Ромича. Соответственно, он сразу же откликнулся. И вот как результат сегодня мы вручили вот это вот кресло. Такое современное инвалидное кресло позволит Евгению, наконец, чаще выезжать на улицу. В сопровождении мамы прогуливаться во дворе или посещать поликлинику. А по квартире и вовсе передвигаться самостоятельно. Спасибо вам огромное. Мы очень все душой болеем. Спасибо. И надеемся, что он встанет на ноги и будет вам помогать. Главное, чтобы был результат. Вы сами видели по эмоциям мамы. Это дорогого стоит, потому что ее реакция – это объяснение всему тому, что мы здесь делали. Еще большим сюрпризом для семьи Бурдиловых стал специализированный тренажер для укрепления мышц. За три года неподвижного состояния молодой человек сильно ослаб. Такая вещь просто необходима для восстановления. Современный спортивный гаджет подарили представители строительной компании, работающей на территории Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Елена Кошелева. Видно этого. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. И мы поговорим о Всемирном Дне Здоровья. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Всемирный День Здоровья отмечается 7 апреля. Расскажите вкратце историю этого дня. Как он появился? Всемирный День Здоровья, в действительности утвержден праздник, был Всемирной Организацией Здравоохранения еще в 1948 году. То есть более почти 50 лет назад. Отмечается 7 апреля. Этот день выбран не случайно. Именно вот ВОЗом был установлен этот день, утвержден уставом. Только потому, что в этот день в состав Всемирной Организации Здравоохранения вошли 194 страны, и в том числе Российская Федерация. И вот так был там принят на этой ансамблее устав об утверждении 7 апреля Всемирного Дня Здоровья. Всемирный День Здоровья – это такой день, направленный на профилактику различных наших заболеваний. И этот День Здоровья не только, как думают, что это для медиков. Нет, здесь должны присоединиться все жители, потому что он направлен на здоровый образ жизни. Это много мероприятий пропагандистских по здоровому образу жизни. Это много лекций, это много бесед проводится, какие-то флешмобы, мастер-классы, которые именно направлены на профилактику, на сохранение здоровья и укрепление нашего здоровья. И я хочу заметить, что в нашем муниципалитете это не День Здоровья будет, а фактически две недели здоровья. У нас очень много мероприятий, а давайте их обсудим. Какие? У нас, в действительности, как вы сказали, это растянулось не на один день, а на целых две недели. Уже с сегодняшнего дня мы начинаем проводить эти мероприятия. Сегодня мы проводим в Центре Вера активное долголетие лекцию читает врач-геронтолог. Именно что такое геронтология и какие принципы геронтологии именно. А это очень сегодня актуальная тема. Это тема охраны здоровья и оказания помощи лицам старше 60 лет. Особенности тем более после ковида. Как жителям сохранить 60 лет свое здоровье. Далее у нас во всех образовательных организациях, то есть мы смотрим не только пожилое население, мы профилактику проводим и среди нашей молодежи, среди детишек. Во всех образовательных организациях завтра в пятницу утром пройдет утренняя зарядка, утренняя гимнастика. Наши врачи, доктора выйдут в образовательные организации и проведут много лекций и бесед по здоровому образу жизни. Завтра мы также проводим и мастер-класс у нас в детской поликлинике, где также мы приглашаем мамочек, родителей с детьми. Там будет несколько врачей. Врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-педиатр, которые прочитают жителям нашим лекции и прокажут мастер-класс. Вот эндокринолог, она будет читать по питанию и расскажет мастер-класс по здоровой тарелке. Значит, как правильно сформировать питание по гардвардской тарелке, чтобы это было правильно и здорово, и чтобы было с вкусовыми ценностями. Основные мероприятия, большие мероприятия у нас проведутся 2 апреля. Это флешмоб «10 тысяч шагов к здоровому образу жизни», потому что одним из факторов риска развития всех заболеваний и сахарного диабета, и гипертонии – это низкая двигательная активность. Оно пройдет у нас 10 тысяч шагов в Расторгуевском парке, начало в 10 часов регистрации, где наши жители в виде скандинавской ходьбы, в виде просто ходьбы пройдут и покажут этот флешмоб по двигательной активности. В Горках Ленинских начало старта возле амбулатории после утренней разминки и пройдут в сам музей Горки Ленинские. Во взрослой поликлинике завтра будет проходить дисфансеризация, также это одним из методов у нас профилактики всех заболеваний, и мы там проведем ангиосканирование сосудов. Будет специальная фирма приедет, которая будет проводить в конференц-зале ангиосканирование, чтобы проверить, есть ли предрасположенность к атеросклерозу, какие сосудистая стенка, здорово-нездорово, биологический возраст этой сосудистой стенки. Очень интересно, поэтому мы жителей тоже приглашаем. Если наши зрители захотят узнать обо всех мероприятиях, где можно найти этот список? Мы это размещаем все в социальных соцсетях, то есть у нас и на собственном сайте больницы, в телеграме канал, в контактах и в одноклассниках. У вас есть возможность обратиться к нашим зрителям и еще раз напомнить о важности здорового и активного образа жизни. Да, уважаемые наши дорогие жители, здоровье, в действительности его не купишь, не продашь, ни на что не поменяешь. Его в действительности нужно беречь. А беречь нужно заниматься профилактикой, заниматься здоровым образом жизни. Поэтому я желаю всем присоединиться к нашему Всемирному Дню Здоровья, к этой акции и больше двигаться, больше укреплять свое здоровье и заниматься профилактикой. Будьте здоровы! И обращать внимание на свое здоровье нужно не только в течение этих двух недель, но и в течение года, всей жизни. Спасибо большое за эту беседу. Я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. Лучших борцов Ленинского городского округа определили накануне в открытом первенстве по силе удара. В состязании приняли участие около ста человек. Подробности у Олеси Поповой. О, молодцы! Такого удара не было. Андрей Блинов рассказывает, единоборствами занимается непрофессионально для души и уверенности в себе. Тем не менее, сила удара его руки больше 500 килограммов. Заслуженное серебро среди взрослых участников. Попробовать себя в соревнованиях мог любой житель Ленинского округа. Абсолютно любви и желающие. У нас даже сегодня будут предпринять участие наши родители. Поэтому у нас турнир открытый для всех. Вход свободный. Среди участников первенства четыре девушки. Софии всего 10 лет, но бьет грушу не слабее мальчишек. Сила ее удара больше ста килограммов. Мне нравится, потому что я знаю, что сейчас я пойду на ММА, я уже радостная. Хочешь стать профессиональным спортсменом? Да. Чтобы любому можно было дать сдачу, если он будет нападать. А Эвелине 15, и девушка уже мечтает о большом октагоне. Рассказывает, в будущем хочет выступать на ринге и тренировать детей. Мне это очень интересно. Поначалу, давным-давно, в детстве, я очень хотела заниматься, но я не знала куда. Но так как брат мой старший потолкнул меня, он занимался вообще тайским боксом, вот, он меня подтолкнул к Артуру Кареновичу. Я вообще ни кабельку не жалею. У каждого участника было по три удара рукой и ногой. Чтобы выйти в лидеры, недостаточно обладать большой физической силой. Тренеры рассказывают, здесь важно все. И поворот корпуса, и размах, и, конечно, психологический настрой на победу. Мне нравится, чтобы я мог защитить себя, и еще нравится призы получать. Уже пять медалей, ой, четыре медали, и один кубок. Соревнования по силе удара завершились награждением лучших и официальным открытием спортклуба. Отдельными призами отметили так называемых панчеров – семерых человек, чей удар оказался сильнее 300 килограммов. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова